Итак, я Зорен Ауэр и поговорю как раз об организации научного клада с использованием графа открытых исследовательских знаний. Позвольте сначала показать вам пример. Вот с самого начала, кстати, это наш университет, там сзади виден замок в Ганномере. Это сейчас основное здание университета, а вот здесь впереди, и вот прямо рядом с нами мы видим библиотеку. То есть с одной стороны это университетская библиотека, а с другой стороны это также и национальная научно-техническая библиотека Германии. И вы видите также, что университет еще носит имя Лейбница, и у нас есть информационный центр научно-технологической информации имени Лейбница. И это очень важно, в какой-то степени мы разделяем университет и библиотеку. Почему? Потому что у нас не единственный университет, но только у нас есть библиотека, которая носит имя Лейбница, есть еще одна библиотека Готфрита Лейбница, и еще есть более маленькая библиотека. Университет прикладных наук, там тоже библиотека, но название Лейбница. Ну, а для того, чтобы избежать какой-то двусмысленности, мы как раз можем использовать графы знаний. Вот посмотрите, что мы с одной стороны библиотека Лейбница, мы также члены крупнейшей немецкой исследовательской, научно-исследовательской организации, ассоциация Лейбница. А вот здесь вы видите, что мы можем использовать имя Лейбница именно в качестве основного ведущего названия. Он еще родился в Лейбциге, и вот здесь еще может быть некоторая запутанность. Ну, а, кстати, есть еще один момент, что вот есть и печенюшки, тоже такой же там бренд Лейбниц, и здесь тоже можно запутаться, называются, конечно, эти печенюшки, фирмы, которые также базируются в Ганнофере. Но это к нас к чему подводит, что есть граф знания, благодаря которому и организуется вот эта взаимосвязь, взаимоотношений, где вся эта семантическая взаимосвязь, из этих могут быть очень четко быть представлены, что относительно того, что мы используем и применяем достаточно часто. Ну, а теперь хочу поговорить об информационных потоке в цифровом мире. Если мы вернемся на 20-30 лет назад, то, конечно, были совсем другие способы коммуникации и передачи информации. Вот здесь посмотрите, это каталог заказа почтой, и были такие компании, каталог Квелла, каталог Отто были очень известными, они как раз использовали заказы товаров почты. Им можно было посмотреть каталог, заказать соответствующие товары. Вот посредине вы видите карта улиц. И 20-30 лет назад, если вы хотели путешествовать или перейти из одного точки города в другой, то надо было покупать такие карты. А вот это телефонные книги тоже были очень популярны, можно было найти телефоны людей. Ну, и вот здесь справа вы видите выпуск энциклопедии, британская энциклопедия, энциклопедия Британик, одна из крупнейших публиотек в мире. Но сейчас же это все изменилось. И те способы, которые были типичны для нас много лет назад, традиционные способы передачи информации практически исчезли. А сейчас мы используем такие платформы, как Амазон, Нодиала, eBay, например, в Германии, и таким образом осуществляем покупки. Мы используем сетевые приложения, например, Google-карты в России, Яндекс очень популярный, ну, и другие открытые карты для того, чтобы можно было навигацию осуществлять. Википедия карта используется. То есть фактически вот этот мир коммуникации претерпел глубокие изменения, и есть множественные возможности. Вот так, например, зуммирование дат их теперь возможно стало гораздо больше динамичным, и бизнес-модели радикально поменялись. Компании, которые производят такого рода услуги, они больше концентрируются на данных, на перелинковке данных, на почерке, на поиске данных, и также интеграции данных различных источников, краудсорсинг, курирование данных. Все это играет огромное значение. А как насчет научной коммуникации? И вот именно этим мы занимаемся. Мы поддерживаем именно такого рода исследования в области науки и технологий. А что же таким образом происходит в сфере научных исследований и передачи научных данных и результатов исследований? Вот посмотрите, вот, например, научная публикация 17 века, смотрим 19, 20 и сейчас, ну, немножко, вы видите, вот топография меняется, но, в принципе, одни и те же практически способы коммуникации, способы передачи научной информации и результатов. Ну, конечно, сейчас можно в PDF-формате загрузить, но это то же самое, как если мы просканируем, допустим, и карту улиц для того, чтобы ориентироваться на улице. Можно просканировать и станицу энциклопедии. Ну, все равно сейчас достаточно мало таких сервисов достичено. Я бы сказал, вы знаете, в науке по-прежнему очень древние устаревшие методы используются для передачи, для распространения результатов научных исследований. Это ведет к многим вызовам, к проблемам. Например, возникает такая проблема, как кризис воспроизводимости, потому что очень многие эксперименты либо сложно, либо практически невозможно воспроизвести. Еще один момент. Огромное просто взрывное увеличение количества публикаций. Каждый год множество новых публикаций возникает, и с этим просто наводнением публикаций очень трудно справиться, и поток этот все растет и растет. И выводит это к в итоге, что возникает? Снижается резко качество научной экспертизы, такого рода публикаций исследований. Качество падает вниз. Просто невозможно должен образом проанализировать и дать обзор такого количества публикаций и гарантировать должный процесс внешней научной экспертизы. И я думаю, огромная неэффективность, дублирование характерный. Возникает это еще, кроме того, что многие исследовательские проблемы недостаточно хорошо определяются, недостаточно хорошо определены или выявлены подходы, методы и оценки, и в итоге это замедляет научный прогресс. Я, например, посмотрю в инженерную область, мы смотрим различные механизмы на двигателе, если мы хотим построить, неважно, это дом или хотим построить небоскреб, но можно это сделать, только если очень четко определить элементы, каким образом они сочетаются с друг другом. А в исследовательской работе этого почему-то нет пока. И в итоге мы едем, видим мощные проблемы. Информация, она спрятана в скрытых текстах, и мы можем различные части не соединить друг с другом. И машины нам в этом не слишком помогают, потому что не структурированные PDF-документы, их очень трудно обрабатывать. И представьте, что сегодня нельзя было бы построить систему нафигацию на основе PDF, на сканах уличных карт или веб-сайтов использования PDF-каталогов товара и почты. Здесь нужно использовать другие подходы для того, чтобы лучше организовать информацию, чтобы отдельные элементы хорошо определялись и выявлялись, и связывались, и можно обеспечить лучшее сотрудничество между учеными и предоставить им более широкий взгляд на то, что происходит в этой области. Что же можно сделать? Например, вот здесь вы видите иллюстрацию этой программы. Вот, например, когда в Google School мы ищем, идет поиск CRISPR. Это очень известный геном, почти 40 миллионов 400 результатов. И это очень огромный, огромный, огромный набор данных. Нам нужно понять, насколько хорошо этот метод работает с точки зрения точности, с точки зрения безопасности и затрат требует. Или такой вопрос, а какова специфизика редактированной генома, когда речь идет о насекомых? Или применял ли кто-то этот метод по отношению к бабочкам? Это очень важно, трудно получить. Нам нужен обзор определенных публикаций в определенной области. Нам нужно получить ответ на все эти вопросы. А в других доменах можно, например, задавать вопросы по поводу погоды, каких-то новостей, по поводу музыкальной игры дома и так далее, и так далее. И можно получить ответ на эти вопросы. Но вот научно-исследовательские вопросы невозможно в рамках существующей системы получить ответы на вопросы. Каким образом эту проблему разрешить? Что делать? И наше представление нужно построить граф знаний для результатов научных исследований, для того, чтобы определить общие концепции в исследованиях, определение научных подходов и методов. Вот в этом графе, исследовательском графе, мы видим конкретные области науки, как, например, в математике, теоремы, методы, физики, эксперименты, модели, или в химии там могут быть вещества, структуры и реакции. И у нас такое видение использовать принципы линкирования данных. И мы считаем, что данные нужно сделать доступными, чтобы их было легко найти и можно было взаимосвязать. И необходимо также делать эти данные доступными, так, чтобы их можно было легко выделить и использовать, например, формат RTF для того, чтобы получить эти данные. И я показываю вам пример здесь. Например, вот этот библиографический конгресс можно изобразить на графе. Здесь есть информация об организаторе, о том, когда начнется конгресс, где именно он будет проходить, дата, и это то, как мы отображаем информацию при нашем подходе. И также мы публикуем эти факты в сети. Так что вот здесь мы снова используем идентификатор из DVPD, где мы связываем это с информацией о Новосибирске на случай, если бы мы оффлайн встретились. Но сегодня мы встречаемся, к сожалению, виртуально. Давайте я проиллюстрирую это конкретным примером. Например, если у вас есть научная публикация, например, как можно кластерный подход в генетике использовать CRISPR и как это можно применять к бабочкам липидоптера. И здесь мы представляем информацию в исследовательском графе. И здесь мы рассматриваем исследования, методы, которые применяются, какой это именно вид, в данном случае это бабочки, и также где именно расположены экспериментальные даты, где они хранятся. И внизу мы видим вот такой исследовательский граф для того, чтобы отобразить ключевую информацию об этой публикации. И дальше вы можете ответить на вопросы, если у вас есть конкретный вопрос, например, какие используются приемы редактирования гена, тогда мы смотрим на то, какие части здесь исследовались, и сформулировать правильный список вопросов. А также заниматься рендерингом результатов. И вот здесь мы видим таблицу, в которой резюмируется текущее состояние этого исследования, какие результаты были получены. И это видение, которое помогает организовать семантические данные в исследовательские графы. Вот это так называется открытое исследование по исследовательскому графу. Вот здесь я даю веб-сайт, на который вы можете найти информацию по нашему графу. И также я позднее отправлю в чат эту информацию. И я хочу показать вам, как работает этот исследовательский граф, для того чтобы организовать научный вклад в соответствии с частями исследований. И вот здесь, например, COVID-19 – это пандемия, которая влияет на нас, на всех. И есть очень важный исследовательский вопрос, какое репродуктивное число. И год назад было много исследований на эту тему, и сейчас это снова горячая тема, потому что выяснилось, что есть мутация, что есть еще подвид этого вируса из Бразилии, из Великобритании. И здесь мы проводим сотни исследований для того, чтобы справиться с этой проблемой. И вы можете получить общий обзор, как оценивается вот это репродуктивное число. Например, это значение 0, где сколько человек заразилось подсчитывается. И также здесь указано, сколько человек должны получить вакцину для того, чтобы развить иммунитет и остановить пандемию. И вот здесь мы добавляем все эти документы в исследовательскую графу, так что вы видите не только статьи и метаданные, но также где выполнялось исследование, например, в Ухане, в Китае или в Сингапуре. Но также мы можем посмотреть на данные, и мы можем посмотреть, какое изменение произошло с нуля, например, от нуля до 4,38 цифры изменились, или 3,41 во второй графе. И также различные интервалы, которые можно добавить в этот исследовательский граф. И вот здесь мы видим исследование, и мы видим, как эта информация отображена. Так что мы добавили в исследование вклада, используя семантические технологии. Здесь мы смотрим на подлежащие сказуемые процессы утроения, и мы смотрим на исследовательский вклад, который произошел. Также можно делать редакцию. Так что в Википедии, например, все могут туда заглянуть и отредактировать все значения. Так что это структура для сотрудничества, где исследователи и библиотекари могут работать вместе для того, чтобы создать вот эти графы знаний, исследовательские графы. И также вы можете видеть вот такой граф. Это тоже отображение данной информации. И здесь есть и библиографическая информация об авторах. Но также есть описание, то, что вы видите на стрелочке в середине. Это их конкретный вклад. И также исследование перемены от нуля. И также мы смотрим на информацию, которая может считываться компьютером, и отображаем ее на графе. Также мы создаем различные визуализации. И вот здесь вы это видите. Вы видите вот эти изображения и вот эти столбцы. Вы сравниваете их, и вы смотрите, где разница 3 или 4. И вот здесь те столбцы, которые гораздо выше других. И также есть консенсус ученых, что это примерно, это число, это примерно 3 для ковида. Или, например, если оно меняется, например, в нашем исследовании это могут быть разные мутации, которые немного увеличивают наши переменные. И мы можем с помощью этого исследовательского графа ответить на многие вопросы. И мне кажется, что ученые и исследователи, они хотят видеть вот такие более отчетливые, яркие изображения для того, чтобы использовать вот эти исследовательские графы и лучше понять информацию. И мы организуем эту информацию в соответствии с проблемами, которые мы исследуем. Например, мы смотрим страницу для COVID-19, репродуктивное число. И вот здесь вы видите также статьи, которые связаны с этим вопросом. И вот здесь мы подчеркиваем авторов. Также мы видим, какие здесь есть под-проблемы и какие есть над-проблемы, взаимосвязанные. И мы используем собственные обсерватории для того, чтобы мы используем не только автоматизированные приемы, но также здесь нужна еще курация и нормализация данных вручную. И сейчас мы работаем с различными организациями, которые занимаются нормализацией данных и упорядоченных данных для того, чтобы увидеть, как вот, например, в университете Аахина мы сотрудничаем с Северо-Западным университетом, и мы исследуем восприятие и поведение. Это связано также с тем, с исследованием, которое хранится в цифровых библиотеках и организацией исследований. И мы также благодарим вот эти организации, которые исследуют домены исследовательских графов. И вот здесь слева вы видите скриншот обсерватории, которая занималась изучением медицинской информации по COVID-19. И здесь вот это число воспроизведений, о котором я говорил, есть и другие проблемы. И вы можете видеть сравнение различных цифр, относящихся к COVID-19, и они отображены в цветовой форме на страницах. И мы видим именно текущее состояние, современное состояние исследований в этой сфере. И я бы хотел пригласить вас, чтобы вы, как эксперты, поучаствовали в этом процессе. Если вы хотите тоже стать главой такой обсерватории, напишите нам, и мы можем стать коллабораторами. И также я бы хотел признать организации, которые делают свой вклад, и которые очень видимы в сфере изучения исследовательских графов. И вот это наша исследовательская команда. Конечно, здесь много, здесь есть PHD, есть аспиранты, которые изучают открытые исследовательские гранты. И также у нас есть гранты. Если вы хотите заняться курацией, то есть упорядочиванием и нормализацией данных, и вы можете получить финансовую поддержку на 6 месяцев и делать регулярный вклад в наши исследования исследовательских графов. Я пошла вам линк на орг.org. И я думаю, что нам нужно заново изобретать научную коммуникацию. И я считаю, что исследовательские графы как раз очень хорошо подходят для такого международного сотрудничества. Это очень открытая инфраструктура. У нас открытое программное обеспечение, так что вы можете его использовать. И мы применяем такие принципы. И мы будем рады сотрудничать со всеми, кто этим интересуется. Спасибо вам большое за ваше внимание. И возможно, что у нас есть временно какие-то вопросы. Спасибо. Спасибо.